И Гаврилов его тащил как раз через эти вот самые... И вот, и когда его хотели переправить, конечно, через Болгу, потому что остров Затирский, где стоял как раз, где стоял арт-полк, и там были палатки, где госпитализированные палатки, куда нужно было переправить. Но перед тем как его отправить, Петухов попросил, чтобы Людникова позаботиться о Николае Николаевиче. Ну да, Николай Николаевич был в дивизии полтора где-то месяца, потом его переправили. Переправили на другой берег, и в детский дом. После, в результате большой поисковой работы, мы нашли Николая Николаевича, и у нас властей большая встреча. После того, в каком году Вы нашли его? Ой, сейчас я скажу. Это где-то был... Ну, в 80-е, 90-е... Нет, это был уже где-то в 80-е годы. Да, в 80-е годы, примерно, после исследования, они смогли найти этого 6-летнего сына. Он был, его переправили тогда, он был в Саратове в детском доме... А потом, в городе Энгельске, проживал в городе Энгельске, и была у нас с ним большая встреча. И, конечно, Николая и Петухова хотели переправить на остров Зайцевского, но по дороге он умер. Петухов был награжден орденом Красной Звезды, но орден вручать было некому. Так, и еще я хочу рассказать об этой женщине, об этой женщине. Комарова Лидия. Она связистка. Она была небольшого росточка. Она даже была ниже меня, вот так, я ее хорошо знаю. Низенького роста, такая шупленькая. Она пришла в дивизию, она сама из Ростова, и когда узнала, что здесь неподалеко находится 138-я дивизия, у нее отец ушел на фронт, брат ушел на фронт, и она сказала, а почему я не могу? А ей было всего 18 лет. Она только закончила школу. И, закончив школу радистов, она попросилась в 138-й дивизии. И вот эта маленькая девушка, щупленькая, таскала на себе... Вот эта маленькая девушка, облотанная проводами, таскала вот этот вот ролик с проводами и соединяла с роликом. И однажды, как ветераны вспоминали и смеялись над ней, когда у нас встречи ветеранов было очень много. Мы встречали их каждый день, по 200 человек, по 150 человек. Школа превращалась у нас в общежития. Дети работали, жили они здесь у нас ветеранов. Дети учащиеся встречали с трафаретами и с большими такими. Встречали в 138-й дивизии. На вокзале военно-порту, где угодно. Ставили кровати в классах, оформляли спальни. И слушали воспоминания ветеранов. И вот они смеялись над этой ликвидой комаровой. Говорят, сидим, вдруг мы в какой-то ярле. И вдруг валивается грязный комочек какой-то с весь обмотанной проводами. И это оказалось Лидия Комарова. Она не была комсомолкой. И после вот такого, что она такая юркая, она как-то вот, хотя и маленькая, и тяжело было ей таскать, но она все-таки очень быстро могла соединять или где-то поправлять поврежденные провода или соединять командира с роликом. И ее в полку приняли в комсомол. У нас там комсомольский билет. Это откуда? Комсомольский билет ее. Откуда? Как, откуда? Но где вы взяли? Она отдала нам в начале временно, а потом он остался у нас. Приняли его здесь. И еще о медсестре Шаровой Галине Андреевне. Это была настолько тоже бойкая, она работала на заводе «Красный Октябрь». И когда немцы заняли «Красный Октябрь», она пришла сюда, набрала в сумку. Вот ее сумка. Это ее сумка санитарная. Бинты, всевозможные какие-то лекарства были. И пришла сюда. Она, в общем, шли тяжелые бои. И какая-то билет. И чтобы это не случалось, она все равно выносила раненых из-под огня. Она пришла на себя, а тоже была небольшого росточка. Ну что, восемьвадцать девчонки было. Она была очень маленькая, но была очень сильная. И один из солдат, когда узнал, они, мужчины, приехали одни пораньше, а она решила идти пешком вдоль заводской стены. И когда он узнал, что идет Шарова, он пошел ей навстречу, посреди дороги стал на колени перед ней, и сказал, а тут людей полно шло, да? И он сказал, говорит, Галя, если бы не ты, я сейчас бы здесь не был. Она его вытащилась с перебитыми ногами из Порота. Она его вытащилась с перебитыми ногами из Порота. Он знал, что эта Галина тоже хочет посетить их, и что она на пути здесь. здесь. Она ходила по дорогам из Порота. И он встретил, чтобы встретиться с ней. И когда он встретился с ней, он сидел на ногах, и многие люди были рядом, но он кричал и сказал, если бы не ты, я бы не был здесь. Потому что она его спасала с этой войны. от этого времени. Так, ну еще что. Да, вот сюда вот посмотрите на вот эту фотографию. Вот так вот приходилось солдатам 138-й дивизии переправлять продовольствия и боеприпасы. Да. Да. А вот на этой фотографии показано, как переправлялась дивизия. и поэтому к нам приходило очень много писем, потому что мы занимались большой поисковой работой, с просьбой показать, где сохранят их родственник, отец или брат, или кто-то из родственников. И на одной из писем мы были вынуждены ответить, что могилой вашего родственника, вашего отца является Волга. Потому что когда вам бери, он тяжело раненый упал в Волгу. И на одной из писем, они должны ответить следующее. «The grave of your relative is the Volga river, because during the crossing of the Volga river, he has fallen to the water». Так, ну и вот туда. And let's look here. Ну и о связистах. And let's talk about the communicators of Rolik, radio station. Ну вы пойдете туда, посмотрите. Ну там уже были, мы уже быстро проехали. Так, хорошо. Вот смотрите. Да, отдельный батальон связи. Соро дней и ночей поддерживали связь и отбивали атаки немецких. Младший сержант Кузьминский, Карасия, Колосовский, Ведушкин. Их поздоровали друг друга. Вот смотрите. Вот эта фотография. Это как раз на берегу Пулги, Волгура-Тойяма. Волгура-Тойяма. Вот здесь воярчик. Вот здесь воярчик. Немцы всячески старались и бросали бомбы. И чего только и горючую смесь бросали туда, чтобы выкурить вот этих связистов. И на некоторое время, на некоторое время Ролик замолкал. Но через некоторое время, снова звонок Людникову. Иван Ильич, товарищ командир. Ролик жив, ролик работает. И вот здесь, снова, была следующая связь с радиостанцией Людниковской дивизии. Радиостанция жива. Мы все равно здесь. Это работает. После того, как окончились бои. После того, как окончились бои, тяжело был контужен Ветушкин. Вот еще нам. Вот по некоторым данным, что Ветушкин погиб. Но с какими Ветушкинами перетисывались, вот это я хочу прояснить еще. Так, Кузьминский, Хараси и Колосовский остались живы. Но Кузьминский и Колосовский погибли на Курской дубе. Кузьминский, Хараси и Колосовский, они survived the battle, но Кузьминский и Колосовский died later. Хараси остался жив. Хараси survived the war. Он жил в Абхазии. Приезжал он только один раз. Но я объясняла почему. Так, и вот я хочу еще обратить ваше внимание на эту фотографию. Вот насчет этой фотографии было очень много споров. Все хотели быть на этой фотографии. Но когда приехали наши девчата, они сказали, да как это так? Кто это? Это я, а вот это я, а это я, а это я. И когда получали письмо из дома, они читали, собирались все вместе и читали письма, которые им присылали из дома. В общем, по этой фотографии, я знаю, очень было много споров. Очень все почему-то хотели, но наши девчата все-таки рассмотрели. Многие женщины, ветераны, встретились здесь в школе. Они были обсуждены, что они не могли бы представить себя в этой фотографии. Кто-то сказал, что это я, это я. Нет, это я. Так, ну и вот это вот тут пушечка. Может быть сюда. Вот это вот. Да, да, вот это вот. Да, вот это вот. Да, да. Пусть пасмоги. Пусть пасмоги. Да, пасмоги. Может, можно этот самый. Ага. Вот на этой вот тут. Называется пушечка, ее прозвали Сталинградской. Почему? Ты не сфотографируешь? Я вам пришлю потом, да. Ну, вон же у меня фотоаппарат лежит. Ну, мы дальше устанем сфотографироваться. Вот эта пушечка, у нее интересная история. Интересная история. Интересная история. Когда ее стали переправлять на плоту сюда, в Сталинград, только к берегу причалил плот, она утонула. Эта пушечка, во время тренировки Волга-рива, дрона в Волга. Ее вытащили. Вытащили, и она воевала здесь все время. Затем она тонула еще в Доно. Раньше до этого. До этого тонула в Доно. А потом она тонула уже на Курской дуге. Ой, какая уже. Ой, прикатал. Ну, ее прозвали Сталинградкой. И после, когда закончились бои, здесь вот ее полностью весь расчет. Да, ее прозвали Сталинградкой. И вот такая мне интересная история. Сколько раз тонула, но все время продолжала воевать. И потом она была отправлена. Мы ее разыскали, конечно, эту пушечку. Она оказалась в музее вооруженной силы в Москве. И потом они провели исследование и находили эту пушечку в одном из музеев в Москве. И посмотрите на этот человек. Вот эти рисунки, которые здесь есть, это все делали ученики. Да, все эти фотографии были сделаны от школы. Так, вот здесь вот Кушнарев. Солдат. Когда они попали в Курмаярск, в Курмаярск, да, я уже что-то такой. В окружении. И они были заняты на небольшой высоте. Их окружили танки. И нужно было как-то сделать прорыв, вырваться из окружения. И поэтому Кушнарев поднялся с одной гранатой и пошел на передний край. В него из танка его раздался пристрелом. Кушнарев упал. Снова поднимается и опять идет с гранатой. Опять выстрел. Он опять падает. И опять поднимается. Немцы вообще были в шоке. Как это так? Дважды раненый солдат. И он все время поднимается и опять держит гранату в руки. И опять он идет. Он успел бросить гранату. Это был голубой танк. Но тяжело раненый, он погиб. Танк подбит? Да, он погиб. Танк подбил. И танк подбил. На гусенице о гусенице. На гусенице погиб. Он погиб. Он погиб. Ну и еще. О разведчиках я говорила. Это у нас новое пополнение, которое мы недавно просто узнали. Когда сейчас очень часто приезжают к нам родственники, разыскивают там, где мы показываем, конечно. Военкомат сообщает, что там могилы, шестая, пятая, вторая могила. Но здесь нет нигде такие шестой. Все это делал завод баррикады, когда забрал все это в общую братскую могилу. Поэтому мы показываем место, где родственников приезжает много. И до сих пор еще приезжает и спрашивает, где, что. И вот у нас появились новые материалы. Приехал из Крыма. Из Крыма приехал. Сын не привез фотографии нам. So they still keep on adding some information here. You can see here Ludnikov after the fighting in February 4th Street. Когда закончились бои, дивизия была выведена в Ахтубинскую пойму. The division was moved to the Ahtuba River on the other side of the Volga River. Чуйков приказал Людникову построить всю дивизию. And Чуйков ordered to Ludnikov to put all of the division. He wanted to see all men. And when Чуйков saw how many soldiers were staying, he said to Ludnikov, I ordered to call all men of your division. А Людников ответил, это все, что осталось в дивизии. От дивизии осталось 500 человек. Yeah, just only 500 men left from the division. Ну, когда вот присвоение и вручение гвардейского знамени. Here you can see the award of this division by the guard's banner. Yeah, this is very honor. Ну, а это вот Людников. And this is Ludnikov himself, commander of this division. Это как раз вот, когда закончились бои. Вот так выглядел наш нижний поселок весь разрушенный. Это фотография 1948 года, а вот наша школа уже была построена. Вот этот вот памятник, это был, когда уже дивизия ушла отсюда. Солдаты стали говорить Людникова, но нам нужно вернуться на нижний поселок и захоронить всех солдат, которые остались там. И вот первый такой вот памятник был сбит кое-что там, из всяких досок, железок. Первый памятник. Он стоял вот здесь вот, недалеко, где как раз, против проходных. А потом, против проходных в парке. А, not far from the main entrance to the factory, not far from the park. Ну, дело в том, что, конечно, после были сохранения, но когда вот здесь проводили какой-то коллектор, трубы, и когда начали копать, то костей было. Yeah, and after the war, there was some repair works. They were putting some water pipes or heating system, and they discovered a lot of, a lot of human remains, bones. Human bones. Да, там захоронено 1700. В братской могиле. Yeah, and the mass grave over there buried 1700 men. Дивизия была награждена, смотрите, боевые награды. These are combat awards of this division. Вот я ещё о чём я не рассказала. Что село Глухово, есть такой, вернее, маленький городок. Он считается как маленьким городком Глухово. Это на Украине, Донецкой области. И солдаты называли вот здесь бои маленьким Сталинградом, потому что там тяжёлые такие же бои, как в Сталинграде. Поэтому ей звание было присвоено ещё Краснознамённая Гвардейская Глуховская дивизия. И какие же награды? And here the following awards of this division. Order of the Red Combat Banner с финской белогвардейщиной. Гвардия 6 февраля 43-го года приказанного Донбассана. Дивизия присвоена звание Гвардейская. За участие в разгроме гитлеровцев на Курской дуге награждена Орденом Ленина. By the awards of Lenin awarded for the participation and defeat of Hitler at the Kursk battle. За освобождение города Глухово. Дивизия присвоена звание Глуховская. For the liberation city of Gluchov was awarded by the Gluchovская division. За освобождение города Винница. For the liberation of the city of Винница. Орден Богдана Хмельницкого, 2nd class. Богдана Хмельницкого. Второй степени. За взятие города Бахмач и восстановление всей. Орден Боевого Красного Знамени. Орден Боевого Красного Знамени. За штурм города Бельска. Орден Суворово, 2nd class. Орден Суворово, 2nd class. И за освобождение города Мараска, Острава. Орден Бутузова, 2nd class. Острава, 4th of June 1945. 6 орденов. Орденомосная дивизия. Так, что-то я пропустила вам сказать. А, дивизия свои закончила 9 мая, но она не в Берлине, до Берлина она не дошла, закончила свои бои в Праге. The division finished its wars, celebrated the victory on 9th of May in Prague. Вот куда я не могла доехать. Только, а так все объехала. She visited all these places, except of Prague. And here you can see some books written about this division. This is the book of Ludnikov, the island of fire. Yeah, that is his book, through the many books, and this book of the Australian researcher, Jason Mark, Island of Fire. We have to look that up. This is the most expensive version, signed to the current and future students of school number 2. Please accept this book, my small gift to you. May this book stand as a memorial to the soldiers and the civilians who lost their lives while fighting in the vicinity of your school. With your best wishes, Jason Mark. There are a lot of remembrance of the Russian soldiers included to this book. She gave a lot of materials to the writer, published this book. They are still doing a big research work. They are still doing a big research work. And here are some of their remembrance including to these books too. And here it is also about us. Yeah, and in this book...